всем здорова ребят с вами как себя дред сорян что так долго не было видосов мы с виталиком ездили в отпуск катались на буксах сейчас мы их уже отмыли после снега грязи и так далее и еще делал дела свои по дому занимался отделкой фасада ну и так далее но сейчас уже все переделали и начнем выпускать новые ролики на канал робот будет конечно в конце месяца ну а сегодня мы займемся короче реставрации вот такого вот хоккея давно он у меня лежит мой товарищ просил слезно его отреставрировать потому что это для него как память и чушь отказывать что ж будем потихоньку приступать итак чё тут по проблемам конечно же нету у нас вот этого покрытия его оторвали также у нас не хватает челан дропиков у нас не хватает вот этого бегунка с той стороны также у нас не хватает ручек мы их тоже сделаем ну и конечно отмоем весь пластик надписи хоккей не хватает благо остались вот эти вот снежинки и не хватает у нас вот этих вот механизмов которые крепятся наши хоккеисты хоккеисты сами по себе тоже не очень хорошем состоянии такие вот они вот ржавенькие и их не хватает также нету шайбы шайба тоже самое главное вот так у нас выглядит задняя часть он до разваливается весь вот этих вот пару штучек не хватает с помощью которых наши хоккеисты крутится здесь вот нету и еще где-то да еще пару штук не хватает короче будем делать надпись хоккей сохранилась только с одной стороны и чтобы разобрать корпус нужно будет ее демонтировать демонтируем челан дропов демонтируем ворота и вообще снимаем и разбираем все что снимается и разбирается так как все нужно для начала отмыть все-таки есть старых вещах как этот хоккей какая-то жизнь они не настолько технологичны как современные игрушки это факт но именно это в них меня и привлекает но есть вещи которые были построены уже более полувека назад и до сих пор впечатляют своими масштабами и технологичностью речь о вот этих красавцах которых я встретил в мире кораблей здесь каждый корабль имеет свою богатую историю он сделан по реальным чертежам и буквально погружает вас в атмосферу военно-морского флота 20 века в игре пять разных видов кораблей каждый со своим геймплеем но я предпочитаю эсминцы как по мне именно скорость и маневренность играет большую роль в бою но не только разнообразием кораблей славится игра а еще и крутыми ивентами древнее морское чудовище не дремлет в мире кораблей стартовала большая акция дары кракена где за победу над ним дают нереально крутые призы на кону три заряженных игровых компьютер с дизайном игры мира кораблей а также более 20 тысяч разнообразных призов от сувениров периферии и внутриигровых призов до компьютерных кресел поверь мне мест хватит для всех для участия переходим на сайт игры и кликаем по кнопке принять участие ну а дальше становись за штурвал любимого корабля и покажи кракену кто тут хозяин присоединяйся к миру кораблей уже сейчас переходи по моей ссылке в описании и получай щедрые бонусы для легкого старта пора играть реставрацию начнем с восстановления поля его изрядно погнула из-за перепадов температуры и влажности ну и конечно двп не самый лучший материал но нет такой вещи которую нельзя было бы восстановить все аккуратно разбираем чтобы не доломать остатки и так короче после подсчетов у нас не хватает три вот таких вот кронштейна 5 вот таких вот ручек и получается 1 такого бегунка и также будем переделывать все вот эти вот крепления для хоккеистов так как они тут под раздолбаны а еще у одного вратаря не хватает вот этой вот очки мы тоже сделаем переделать вот этот кронштейн мы конечно же не будем потому что он достаточно сложный ну а вот ось можно будет реанимировать весь пластик буду отмывать средством профам она отлично отмывает грязь и заодно и желтизну пластика уберет обильно наносим и минуту через три растираем кисточкой или губкой потом просто все это смываем водой и и и и и и и и что ж перед тем как ровнять поле нужно будет удалять остатки картинки срываем верхнюю часть ручную а все остатки бумаги можно шлифануть либо шлифмашинкой либо вручную наждачной бумагой и готовим выравнивающую смесь она будет состоять из одной части столярного пва клея на полторы части воды обильно наносим с двух сторон на двп наш состав и прижимаем чем-нибудь тяжелым и ровно в моем случае я взял небольшой кусок толстого стекла и несколько бачков с грунтовкой прошло примерно двое суток и двп стала как новое теперь его нужно будет оставить в покое еще на сутки чтобы клей полностью подсох ну а пока клей подсыхает займемся черчением нового поля картинок благо с таким же хоккеем в интернете много ну и кусок поле у нас размерами остался открываем коралл и чертим все с нуля после того как все нарисовали отправляемся фото салон и печатаем все либо на пленке либо на глянцевой фотобумаге клей на двп полностью подсох теперь можно все шлифануть последний раз и заняться наклейкой новой картинки клеить будем также на столярный пва клей главное равномерно его нанести и потом хорошо разгладить картинку разглаживаю я кстати валиком для обоев а а и и а и 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 Надпись хоккей сохранилась только с одной стороны, да еще и не полностью, так что будем дорисовывать. Обводим все, что осталось на бумаге и кидаем сканер. Ну а если нет сканера, можно просто сфоткать. Теперь очерчиваем весь контур в автокаде. И потом все это дело закидываем во фьюжн и выдавливаем трехмерную модель, добавляем немножко фасочек и все готово. Конечно, можно было вырезать надпись из ПВХ пластика вручную, но 3D принтеру я доверяю больше. Недостающие ручки и бегунок также моделем во фьюжне и отправляем на печать. Ну а вот с механизмами, на которых держатся наши хоккеисты, пришлось попотеть. Деталь достаточно сложная и пришлось учитывать кучу факторов, но в итоге получилось очень даже неплохо и очень даже похоже. Короче, эти детальки также отправляем на печать. И, короче, после трех часов вот что у нас получается. Новый бегунок, тут его надо будет чуть-чуть подточить и подкрасить. Ну и, конечно же, сами крепления для наших хоккеистов. Делали из двух половинок специально, чтобы все отлично пропечатал. Печатали, кстати говоря, на FL Sun Racer. Вот такая вот красота. Ну и сами ручки. Ну что ж, дошло дело и до хоккеистов, тут вообще беда-беда. Мало того, что они все кривые, их еще и не хватает. Кривизну пластинок я решил исправить с помощью станочных тисков. Устанавливаем пластинку и затягиваем до писка. Ну а вот недостающих челиков придется делать с нуля. Их мы также отрисовываем в короле и печатаем либо на пленке, это лучше всего, либо как в моем варианте на фотобумаге. За недостающими пластинками мы обратились к нашим друзьям и они нам накромсали все на гидрорезе. Так как я печатал наших челиков на фотобумаге, клеить новые скины будем на тонкий двухсторонний скотч. Ну и вот что в итоге получилось, голубой цвет получился чуток светлее, ибо мы никак не могли подобрать оттенок. Все равно есть разница в том, что ты видишь на мониторе и то, что в итоге печатает принтер. Надпись хоккей, снежинки и ручки сначала грунтуем, ну а потом красим в голубой цвет и затем покрываем лаком. Ну что ж, осталась финальная сборка, тут главное не торопиться и делать все аккуратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что ждем, подписываемся на канал, ставим лайки Ну а с вами был Дредд, пока-пока!